МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Вирус наступает. Сколько заболевших ОРВИ выявлено в областной столице? Чтобы сюрприз не прилетел, в Самаре приступили к массовой очистке скатных крыш. Гнать поганой метлой. Генерал Солодовников прокомментировал инцидент с задержанием участкового наркомана. Прямой эфир с МКС. О чем самарские школьники спрашивали космонавтов? Найдется все. Самарский Росреестр создает единую базу данных, которая испортит жизнь мошенникам и поможет честным гражданам. Выборы в Государственную и Губернскую Думу должны быть максимально прозрачными и открытыми. Нельзя допустить продажи депутатских мандатов. Такие заявления прозвучали на расширенном заседании региональной общественной палаты. Связующие звенья между жителями и властью – это общественные советы. Проверить эффективность их работы поручил президент. В Самарской области подобные советы созданы почти во всех городах и районах. Правда, есть и исключения, которые требуют, чтобы их незамедлительно исправили. Марина Кравцова записала тезисы. Единственный город в Самарской области, где нет общественного совета – Тольятти, что губернатор назвал недемократичным. Казалось бы, Тольятти должны были создать первыми, потому что мэр Тольятти у нас, ну, как бы представляет самую демократичную партию страны, гражданскую платформу. Они за то, чтобы были, значит, активные все демократические институты работали, и в том, все институты гражданского общества работали, а до сих пор единственные общественный совет не создали. И Тольятти это не красит совсем. Совсем не красит. Одна из наиболее актуальных тем в регионе по-прежнему ЖКХ. Хотя, как свидетельствуют опросы, в последние годы ситуация в этой сфере меняется к лучшему. Пройдет там год, два, три, и мы точно там будет порядок. Даны очень большие права как раз общественным организациям, даны очень большие права самим людям. Если люди, 15% жителей, кого обслуживает та или иная управляющая компания, их не устраивает, условно, общественный совет в том числе, вместе с ними обратился в комиссию, комиссия обязана лишить лицензию этой управляющей компании. Долг перед поставщиками ресурсов – 17 миллиардов рублей. А это значит, что схема платежей должна быть пересмотрена. Из нее, как посредника, нужно исключить управляющие компании. Их призвали работать по совести. Этот год имеет особое значение. Впереди выборы в Государственную и Губернскую думы. Как выяснили социологи, почти 70% жителей региона не знают о работе депутатов своего округа ничего. Повториться такая ситуация не должна. И мы должны сделать все, чтобы от области работали не просто фамилии, а работали люди, которые приносили бы пользу нашему субъекту, нашему региону. Выборы в Губернскую думу – тоже это очень важный вопрос. И чтобы не покупались должности в этой думе, а чтобы люди действительно выбрали тех людей, которые действительно выполняют задачи, которые на них возложены, как на депутатов от определенных округов и территорий. Еще одна задача, в том числе и общественных советов – организовать выборы на самом высоком уровне. Избирательная кампания будет максимально открыта. Правоохранительные органы будут следить, чтобы не было нарушений. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Аномальные морозы учат самарцев быть внимательнее к своему здоровью. Сегодня в регионе самый холодный день. Ночью местами температура была ниже минус 30. Подхватить грипп и ОРВИ сейчас не мудрено. Самарская область на пороге эпидемии. Но паниковать не стоит, уверяют медики. Главное – соблюдать осторожность. Как не замерзнуть и не заболеть в суровую русскую зиму, узнала Алина Чемерес. Мороз и солнце – все по классику. В самый холодный день января жители встречают ясная погода и холод. Этой ночью температура воздуха в регионе местами достигала минус 33. Днем поднялась до 23 градусов. По словам синоптиков, потепление самарцам стоит ожидать только к пятнице. Чтобы зима не стала причиной простуды и обморожений, на улицу нужно выходить подготовленным. В зоне риска – лицо и руки, поэтому мажемся кремом, желательно пожирнее. Это защитит нас от мороза. Ну и теперь остаются варежки тепленькие. Конечно же, шапка. Ну и теперь я готова. Можно идти. Своими рецептами, как пережить холода, делятся и самарцы. Главный ингредиент здесь – движение. По три часа хожу. И дышать надо. Обмен воздуха и все. Меньше стоять на месте, больше двигаться. Погода классная. Солнце в морозе. Все бодрится. Даже с таким оптимистичным настроением важно помнить про осторожность. В регионе ОРВИ уже заболели почти 11 тысяч человек. Шесть классов в четырех школах Самары закрыты на карантин. Заболевших множество по всей стране. Эпидемия гриппа уже пришла в Москву. Сложная обстановка в Дагестане, на Кубани и в Ростовской области. Это не повод для паники, уверяют самарские медики. А самое время внимательнее отнестись к своему здоровью. В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас превышен на 16%. Очень существенная часть из заболевших цифры фигурирует и 30% и даже более будут инфицированы свиным гриппом. Он зачастую дает достаточно серьезные осложнения. Чтобы стойко перенести холода, достаточно выполнять простые правила. Регулярно проветривать помещение, как можно меньше находиться в людных местах, промывать носоглотку соляным раствором. Не стоит забывать и про главных врагов вируса – лук и чеснок. На телеканале «Самары ГИС» к делу подошли основательно и готовы дать отпор любой заразе. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Настоящая русская зима с морозами и снегопадами прибавила работы и промышленным альпинистам. Почти двойная норма осадков, которая выпала за последние пару недель, и резкие перепады температуры привели к образованию сосулек на крышах. Сейчас в Самаре активно расчищают кровли, чтобы быть готовыми к грядущей оттепели. Марьяна Мирная наблюдала за тем, как летит снег. Огромные сосульки летят с крыш на землю. Опасное место контролируют рабочие. Потепление грядет через три дня, и оно не должно закончиться ЧП. Очистка крыш – зона ответственности управляющих компаний. Контролируют их административные комиссии. Специалисты районных администраций ежедневно объезжают закрепленную территорию. Особое внимание тротуарам. Управляющая компания работает достаточно хорошо. Административной комиссии приходится работать в основном с собственниками коммерческих зданий, которые также несут угрозу. Зачастую эти структуры халатно относятся к своим обязанностям по очистке кровель. Самое большое количество скатных кровель в городе – в Самарском районе. Их чуть менее полутора тысяч. Большинство обслуживает МП «Жилсервис». По поручению главы Самары Олега Фурсова, перед этой зимой бригады проверили на соблюдение техники безопасности. Специальная машина с легкостью поднимает рабочих на высоту. В бригаде минимум три человека, чтобы обеспечить страховку тех, кто трудится наверху, и безопасность людей внизу. Одновременно очистить все кровли невозможно, но огораживать опасные участки управляющая компания обязана. У нас начальники ЖО обязательно ходят огораживать, фотографировать прямо в числом, когда это было огорожено. Также мы вот, если посмотреть налево, везде набиты таблички, что в зимний период с крыш возможно сход снега на леде. МП «Жилсервис». Такие предупреждения делаем. Очистка скатных кровель на контроле у глав районных администраций. Особое внимание встречам с жителями. Собственникам объясняют, балконы, козырьки и кондиционеры – это их зона ответственности. За состоянием крыш следят и в прокуратуре. За их несвоевременную очистку грозит административная ответственность. А в случае ЧП – и уголовная. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Сегодня в Самарском районном суде решали вопрос о мере пресечения для двух сотрудников регионального минсельхоза, которые были задержаны по подозрению в мошенничестве. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Обвиняемые – Антон Скоротович и Александр Степанов. Первого суд отправил на два месяца под домашний арест, второго – в следственный изолятор. По предварительным данным, в позапрошлом году чиновники пообещали посодействовать в получении гранта на сумму 10 миллионов рублей индивидуальному предпринимателю. Не просто так, естественно, за небольшой процент в 3 миллиона. Деньги они получили, а родственники коммерсанта обратились в правоохранительные органы. Оба подозреваемых дают показания, сообщила официальный представитель Следственного комитета Елена Шкаева. При этом свое обещание задержанные не могли исполнить, так как это не входило в их должностные обязанности. Уровень уличной преступности снизился в разы. Закрылись десятки заведений, незаконно торговавших алкоголем. Начальник областного полицейского главка генерал Сергей Солодовников подвел итоги сотрудничества с общественниками и прокомментировал инцидент с задержанием участкового, у которого нашли кокаин. Обо всем по порядку. Павел Баймаков. Эти кадры сняты на видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле. Несколько минут инспекторы ДПС гонялись за пьяным нарушителем по Самарским улицам. В итоге поймали. А вот наткнулись на нетрезвого водителя активисты ночного патруля. Общественному движению нет еще и года, а с его помощью уже задержаны более 15 тысяч любителей ездить за рулем под градусом. Реализация алкогольной продукции подразумевает наличие лицензии. Она отдается на реализацию и также на хранение. На этих кадрах борьбу за трезвое общество и законный бизнес совместно с полицейскими ведут уже активисты народного контроля. В киоске на заводском шоссе незаконно торговали алкоголем, да еще и хранили на складах сотни литров контрафакта. В 2015 году с помощью общественников из незаконного оборота изъяли более 50 тонн спиртного. А на охрану улиц вместе с полицейскими встали более 6 тысяч народных дружинников. Это огромная многотысячная армия гражданского населения, которая выполняет самую важную, одну из важнейших миссий – это обеспечение безопасности. Мы не видим своей работы без участия гражданского общества. На встрече с журналистами генерал Солодовников прокомментировал и работу отдела собственной безопасности областного главка. Совместно с наркополицейскими в Красноглинском районе они задержали участкового. У него нашли более полутора граммов кокаина. Причем в момент ареста 32-летний мужчина находился в наркотическом опьянении. Немедленно таких людей увольняем из органов внутренних дел. Согласитесь, 16 тысяч сотрудников органов внутренних дел Самарского губерния – это огромная армия. И вопросы воспитания, и прихода на службу, и отбора кадров. Ну, есть ошибки при приеме. Значит, не доработали кадровый аппарат при приеме на службу. Теперь делом участкового наркомана будет заниматься Следственный комитет. А вот среди общественников оборотней не находили. За содействие полиции лучших поощрили почетными грамотами. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. 27 января – день снятия блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне. Самарские патриоты и блокадники возложили цветы к вечному огню на площади Славы. А потом делились воспоминаниями в музее 175-й школы. Сергей Кизоркин напомнит события тех страшных дней. В этот зимний день холодно, как и в первую блокадную зиму. Но несмотря на морозы, на продуваемой всеми ветрами площади Славы собираются десятки человек – ветераны и депутаты, чтобы почтить память тех, кого не вернуть. 27 января 1944 года Ленинград сбросил блокаду. 900 дней осажденный город под бомбежками голодал и мерз. По дороге жизни по Ладожскому озеру грузовики везли еду, боеприпасы и медикаменты. Но всего этого не хватало. В итоге погибло, по разным данным, порядка 1 миллиона человек. Среди выживших в те страшные дни – Клара Евсеевна Полякова. Ее сестра умирает истощение, спасла ее. Она говорит, Клара, возьми мои сухарики, съешь. Хоть ты останешься живой. Вы знаете, такое пережить просто было невозможно. Вроде мы голодные, есть хочется, а взять на эти кусочки – это было очень и очень тяжело. Когда-то я брала эти кусочки, а когда-то и нет. В семье Клары Поляковой шести человек выжили только она и мама. На современных школьников история о том, что пережила блокадница, когда была их ровесницей, производит неизгладимое впечатление. Я не представляю, смогла бы я пройти или нет, но я очень горжусь за своих предков, за ветеранов и низкий им поклон. В музее боевой славы 175-й школы ветераны вспоминали то суровое время и не могли понять, как сегодня легко некоторые историки переоценивают значимость и нужность подвига ленинградцев в Великой Отечественной войне. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Движение транспорта по улице Коммунистическая открыто после ремонта теплосетей. Порыв на водоводе, принадлежащем самарским коммунальным системам, произошел в ночь на 26 января. В ледяном плену оказались и несколько припаркованных у обочины автомобилей. Несколько домов оставались без холодной воды, ее доставляли на бойлерах. Общественный транспорт поменял маршрут. На прилегающих к коммунистической улицах образовались большие пробки. На месте аварии работали две аварийные бригады. Последствия порыва коммунальщики устраняли до глубокой ночи. Капитальный ремонт улицы Демократической стартует в этом году, пока неизвестно, кто будет выполнять работы. На сайте госзакупок появился лот на проведение электронного аукциона. Максимальная стоимость контракта – более 340 миллионов рублей. Финансировать строительство будет областной бюджет. Подрядчик должен будет не только реконструировать дороги, но и благоустроить территорию, установить остановки, уложить плитку. В Самаре на улице Промышленности водитель сбил ребенка. После ДТП 9-летний мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По данным сотрудников полиции, ребенок переходил дорогу в неположенном месте без сопровождения взрослых. Водитель на момент аварии был трезв. По факту ДТП продолжается проверка. Жительница Самарской области родила первенца в 51 год. Врачи Акушерской службы Тольяттинской городской больницы номер 2 имени Баныкина успешно провели операцию кесарево сечения. Беременность жительницы Тольятти наступила благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. В результате на свет появилась здоровая девочка весом в 3140 граммов. По словам лечащего врача-пациентки, ее самочувствие в норме. Самарский университет и Политехнический институт передовой науки Франции подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь между вузами будет обмен студенческих программ. Политехнический институт передовой науки – ведущий вуз Франции в области подготовки инженерных кадров для авиационной и ракетно-космической индустрии. Его студенты обязаны один семестр отучиться за границей, и часть из них хотела бы это сделать в России. Для этого полсотни французских студентов сейчас активно изучают русский язык. Закон о бесплатной приватизации продлен еще на год. Потом этим правом смогут воспользоваться только определенные категории граждан. За прошедший год в Росреестр заявления на приватизацию подали порядка 20,5 тысяч человек. Среди них люди, которые все-таки надумали оформить недвижимость в собственность, а также те, кто раньше этого права не имел, либо недавно получил социальное жилье в собственность. Еще одно новое введение со следующего года – единый реестр недвижимости. Сейчас в Самарской области его начали создавать. В единой базе данных будут сведения из разных источников, в том числе государственного кадастра недвижимости с техническими характеристиками объектов, управления ЗАГС и миграционной службы. Такой мощный информационный ресурс, по словам руководителя Росреестра области Вадима Маликова, во-первых, позволит избежать лишней беготни по инстанциям за справками, все они уже будут у регистратора, а во-вторых, исключит различного рода махинации. Умер правообладатель объекта недвижимости. Эта информация сразу поступила в реестр, и регистратор четко знает и видит о том, что правообладателя уже нет, значит, должна наступить процедура наследования, и только эта процедура здесь в данном случае возможна. Никакие сделки купли-продажи, никакие сделки об отчуждении здесь невозможны. А теперь об экономике. И снова в центре внимания вечно зеленый доллар США, который снова подешевел почти на 3 рубля. На 28 января Центробанк установил курс американской валюты на отметке 78,99 рубля за доллар. Курс евро тоже снизился и составляет 85,84 рубля. На бирже снижение еще заметнее. Доллар того и гляди пробьет вниз отметку 78 рублей. Нефть растет. 31,72 доллара за баррель сорта Brent. И, судя по всему, рост продолжается. Золото стоит 2835 рублей за грамм, серебро стоит 36 рублей 40 копеек за грамм. Между тем, депутаты предлагают упразднить коллекторские агентства, а граждане предлагают сократить расходы на госаппарат. Какая инициатива победит, скоро узнаем. Космос на связи. С борта МКС астронавты ответили на вопросы школьников. Так открылись юношеские королевские чтения. В этом году они посвящены 55-летию полета в космос Юрия Гагарина. Юные ученые со всей России привезли в Самару свои проекты. Школьные мечты о Вселенной в репортаже Валерии Макаровой. Видеосвязь с бортом МКС в Аэрокосмическом университете удалось наладить впервые. Время самое удачное. Прямо сейчас станция пролетает над Самарой. Сигнал из космоса поймали ради школьников, которые съехались на королевские чтения со всей России. Вопросы сыпались один за другим. Как спят на борту, как выучатся на космонавта и какие эксперименты больше всего удивили экипаж. Больше сотни школьников из 26 регионов России. У каждого уникальный проект. Венера-Ход, скафандр будущего, школьный наноспутник. Это далеко не все интересные работы. Команда из Якутска задумалась даже о том, как будет жить человеческая колония на Марсе. Для их детей придумали специальную игрушку-ракету. Она заменяет букварь, шахмутную доску, учит завязывать шнурки. Марателли будут все время выходить на улицу, и они не могут смотреть за детьми. Поэтому вот такая ракета будет нужна им от 0 до 5 лет. Для дошкольного развития. То есть мелкая моторика, сенсорика, память и так далее. На конференции шесть секций. От истории космонавтики до новейшей робототехники. И секция, где школьники представляют собственные разработки. Здесь есть дети, которые могут выступать и говорить, скажем, о космической, так сказать, пище. Вот еще о каких-то вещах, которые на первый взгляд, господи, какие пустяки. На самом деле космонавтика это как жизнь. Там нет пустяков. Там все достаточно важно. Юношеские королевские чтения, которые до этого проходили только в Москве и Калуге, возможно, теперь будут и в Самаре. Роскосмос доволен тем, как здесь справились с организацией. Кроме того, чтения могут стать международными. Уже есть заявки от юных ученых из Германии, Китая, Индии и Казахстана. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Ерундопель в исполнении самарских студентов. Это не то, что вы подумали. А самый, что ни на есть, деликатес. Салат с красной икрой, который в 19 веке пользовался популярностью у гурманов. Устаревшие слова – это часть экзамена по литературе. Креативную сессию в областной юношеской библиотеке организовал Самарский союз молодежи. Логику и сообразительность проверила Ольга Морозова. Фингер моторика рулит. Алексей уже полгода ломает голову над кубиком Рубика. Собирает его всего за 20 секунд. На головоломке парень подсадил всех друзей и знакомых. Теперь Алексей мечтает организовать в Самаре соревнования по кубику Рубика. Ученик 9 класса виртуозно ставит за счет по математике студентам – участникам креативной сессии. Все люди думают, о, кубик Рубика, его так долго собрать. И в основном вообще не знают, что в России и в мире есть люди, которые могут собрать за считанные 5 секунд. Мне очень помог кубик Рубика и в логике, и в общении. Во многом ничего. Я организовал клуб, например, в библиотеке, и теперь проводим встречи. Со многими людьми я познакомился. Задание на сообразительность и логику, креативность, знание истории и экономики. Ко дню студента более 50 учеников самарских техникумов и колледжей блеснули умом. Креативная сессия – это не просто развлечение. Ребята получают оценки в зачетку и могут восполнить пробелы в знаниях, например, русского языка и литературы. Есть такая замечательная станция, как экзамен по литературе. Там представлены русские поэты Сребряного и Золотого века. И, соответственно, может быть, кто-то не до конца знает их и может что-то новое для себя почерпнуть. И нечего неглижировать, то есть пренебрегать. Архаизм-тест с цитатами из классиков студенты восприняли на ура. Все интерактивно, модно и с огоньком. Участники, которые успешно прошли все испытания, получают звание стопроцентный студент. Ольга Морозова, Максим Гусев, События. А теперь время спорта и нашего спортивного эксперта и тренера Сергея Кизоркина. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские снайперы поднялись на пьедестал почета всероссийских соревнований. Тольяттинская мегалада выиграла четвертый этап чемпионата России по мотогонкам на льду. Самарский сноубордист выиграл Кубок страны. Александр Анистратов выиграл Кубок России в сноубордкроссе в Мясе. Челябинскую область он обошел серебряного призера Андрея Балдыкова из Красноярска. Третьим финишировал Филипп Киенныцин из Ханты-Мансиска. В Уфе Башкирия прокатилась четвертая гонка командного чемпионата России по ледовому спидвею. Перед этим тольяттинская мегалада выиграла третий этап соревнований. Даниил Иванов, Игорь Коннов и Никита Толокнов и в этот раз финишировали первыми и по сумме очков вышли в лидер сезона. Хозяева турнира уфимская команда заняла второе место, бронза у столичного ЦСКА. В Ижевске на лично командном первенстве России по стрельбе из пневматики и малокалиберного оружия самарские снайперы с олимпийских 50 метров лежа выбили две медали. Серебро у Евгения Ищенко. Мастер-международник проиграл всего лишь два очка победителю соревнований москвичу Тимуру Ахмеджанову. Бронзовая награда также у самарского мастера Артема Филиппова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!